всем привет очередной раз хочу вам показать не только красивую природу видите вот эта коса она искусственно у нас намыто набросано хотят здесь строить очередной центр для жизни жилые дома при этом разворачивают течение вода застаивается но об этом можно почитать в экологических сводках так все и происходит уже мало места на земле человек добрался к воде наверное было бы воля застройщиков они бы всю реку взяли да и засыпали щебенки дабы на ней возводить все новые и новые дома такой денек вообще классный ветерок поднялся так солнышко это большое строительство выглядит поближе людей перестали пускать раньше как-то люди заходили еще гуляли уже все струйка идет полным ходом раз строят значит что-то знают коммуникации прокладывают это безземная коммуникация хотя здесь что-то даже вот городского совета видите поточный ремонт коллектора разрыва канализации по улице набраны по риму я заметил что обычно эти ремонты коллекторов и остальных систем они производят очень часто и быстро там где строится что-то важное как бы такое строят спасибо купим здесь себе по квартирке уже бесплатно раздадут нуждающимся у нас в городе сейчас хватает людей которым нужна жилплощадь первые забросики рыбка с первого заброса ловить нельзя что поделать вот такой вот комплект рыбка есть всем ку-ку и привет днепр на связи 21 05 что друзья имеем мы к вечеру тяжелый день для области никополь никопольский район 11 раз находился под огнем вследствие удара дронами камикадзе погиб парень 26 лет мужчина 72 года получил тяжелое ранение масса прилетов по зданиям по домам в общем там продолжается черт знает что и сбоку бантик при этом гибнут люди по взрывам которые можно было услышать до сигнала воздушной тревоги в нашей области в районе двух часов никакой официальной информации не поступило также повторные взрывы которые были уже во время сигнала воздушной тревоги тоже никто не прокомментировал значит знать не положено и на этом спасибо в принципе не положено то и не положено что нос совать туда куда не просят что у нас еще друзья ну из интересного перестал идти дождь такой неплохой почти ливень с 4 часов у нас был сейчас погодка стабилизировалась очень даже приятно находиться на улице и совсем не холодно еще из интересного Ермак в США сделал заявление такого рода о том что Херсонская область Левый берег ВСУ смогли закрепиться и идут дальше в скором времени ожидается полная демилитаризация Крыма при этом он сказал что 70% пути уже пройдено ну все мы помним 70 метров в 100 мы уже пробежали лишь одно не сумели понять а что именно поймем когда дойдем до сотки ну по крайней мере мне так кажется еще из интересного новое интервью Буданова он указал на то что война может быть затяжной Россия ничего не будет подписывать никаких договоров при этом будет хаотично обстреливать Украину но вести активные боевые действия наступать не сможет также он указал на то что уже в России ощущаются некоторые неприятные нотки что есть кризис топлива рост цен на продукты питания на различные услуги пока что они незначительные но достаточно резкие при этом в скором будущем они будут нарастать это вызовет волну негодования среди населения и уже в 2025 году Россия полностью ощутит очень-очень плохие негативные последствия также спикер нашего управления разведки указал на то что Россия готовится к зимней кампании по обстрелу нас с ракетами и дронами ведет активную доразведку и вербует корректировщиков людей которые готовы за деньги указывать объекты военные инфраструктурные энергетическая инфраструктура в общем все то что интересует Россию Google Maps видимо отменили ну и что еще ну в принципе ничего не будем разводить демагогию друзья вам хорошей ночи берегите себя всем бобра приятных снов и до нового выхода на связь на момент съемки видео у нас все тихо только собаки лают по-моему кого-то съели видео а Субтитры подогнал «Симон»